Богатой нефтью Казахстан – самая развитая страна в Средней Азии. На неё приходится 50% регионального ВВП. Однако с падением цен на нефть страна начала обдумывать пути диверсификации экономики, то есть стремления к разнообразию отраслей, продукции и услуг. В следующем году в Астане пройдёт Экспо-2017. Темой международной выставки станет энергетика будущего. Столицу с её небоскрёбами и стеклянными фасадами нередко сравнивают с Дубаем. И так же, как Арабские Эмираты, Казахстан хочет всё больше переключаться на возобновляемые источники энергии и закрепить за собой статус финансового центра. «Недавнее падение цен на нефть стало для нас сигналом тревоги. Мы поняли, что есть два очень важных вопроса. Первый – это то, что эра высоких цен на нефть завершилась. Второй – необходимо развивать альтернативные источники энергии. Этот вопрос связан с темой Экспо-2017. К этому стремятся в мировой экономике, особенно развитые страны». Управляющий финансовым центром Астана говорит, что переход к возобновляемым источникам энергии потребует от правительства и людей полностью изменить своё отношение к экономике. «В сознании жителей Казахстана должна будет произойти революция, чтобы они начали думать о диверсификации экономики, а также о продолжительном экономическом росте, который бы не зависел природных ископаемых». По мнению экономистов, Казахстан может развивать традиционные отрасли и производство, а также сфокусироваться на придвижении технологий, которые помогают повысить качество предоставления финансовых услуг. «Говоря о диверсификации экономики, мы вспоминаем отрасли промышленности, зависящие от природных благ. Например, это нефтехимическая, газовая, горнодобывающая и металлургическая отрасли или продовольственная, основанная на сельском хозяйстве. Но также есть новые направления. Все в мире говорят о финансовых технологиях, об электронной коммерции и электронном управлении». В планах правительства стать открытыми и понятными для инвесторов, а также следовать богатому международному опыту.